Депутаты городского собрания представителей увидели, как работает главный пассажироперевозчик Заречного. Директор предприятия Николай Бойко рассказал о изменениях в работе, которые произошли за последние несколько лет. Сегодня мы занимаемся в основном пассажирской перевозкой и плюс вывоз твердых бытовых отходов. Так было не всегда. В разное время в ведении муниципального предприятия «Автотранс» находились магазин, ресторан, станция техобслуживания, газозаправочная станция, туристическое бюро и пасека. В «Автотрансе» даже делали подсолнечное масло. Сейчас из так называемых непрофильных видов деятельности на предприятии остался только конно-спортивный клуб «Скиф». Здесь занимаются около 15 детей. Содержание клуба обходится «Автотрансу» в миллион рублей ежегодно. Вопрос о существовании «Скифа» неоднократно выносился на общественное обсуждение, но окончательного решения принято не было. Между тем клуб выполняет важную социальную функцию. У нас в городе есть более десятка детей, которые больны с заболеваниями, связанными с опорно-двигательным аппаратом. И это единственная у них возможность, которая на сегодняшний день им позволяет. Это ипотерапия, которой они пользуются. Было масса обращений граждан с просьбой оставить. Депутаты посетили крытые стоянки предприятия. Места на одной из них арендуют предприниматели. Кроме того, народным избранникам показали все производственные цеха «Мойку». Депутаты увидели и четыре новых автобуса, которые прибыли в город перед Новым годом. Сейчас их готовят к выходу на линию. Вот такая форма, она поможет депутатам принимать более правильные решения. Потому что один из вопросов, который выносится на очередную сессию, это вопрос как раз касается муниципального предприятия «Автотранс», в частности проезда в нашем общественном пассажирском транспорте. Он не касается проезда до Бензо. Он касается только проездных билетов, касается проезда в коллективные сады. Решения, касающиеся изменений в работе муниципального предприятия «Автотранс», депутаты примут на сессии собрания представителей в пятницу. Анна Сазонова, Игорь Ведаков, телерадиокомпания «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин